Здравствуйте, это Александр, канал Финансовая Независимость. Сегодня я продолжаю еженедельные инвестиционные покупки активов на фондовом рынке в реальном времени. Концепция данного инвестирования звучит так. Покупка ценных бумаг равными долями на равных промежутках времени. Равные доли – это 3000 рублей, а равные промежутки – это недели. Данное еженедельное видео для тех, кто не хочет или не может инвестировать где-либо, кроме Московской биржи. Все покупки доступны на Московской бирже. В общем, так инвестировать довольно просто. Это регулярное видео задумано как долгосрочный и интересный эксперимент, который докажет основные постулаты длительного и регулярного инвестирования из моих многочисленных обучающих роликов и из правильной литературы по инвестированию. Список литературы есть внизу под видео, перед комментариями, там же, в общем-то, и наиболее важные для вас мои ролики. А перед покупкой активов посмотрим текущую структуру инвестиционного портфеля, которая получилась на сегодняшний момент. Итак, сейчас вы видите в приложении результаты моих предыдущих покупок. Я пролистаю для вас специально, ну вот, медленно. Вот. Покажу я также и общую наглядную таблицу, но чуть попозже это будет. Итак, посмотрим, что имеется в портфеле и как ведут себя эти активы. Ну вот, мы видим, что общий рост портфеля на сегодня, ну, точнее вот на сейчас, 4%, ну, 4,5%. Портфелю несколько месяцев и, конечно же, рано даже и смотреть на доходность и тем более делать какие-то выводы. Причем надо понимать, что довольно большой вклад в этот рост в текущий сейчас вносит повысившийся курс доллара относительно рубля. Очень интересно, например, нам будет также посмотреть американские компании. Ну вот, например, фонд американских компаний посмотрим. Вот, шестимесячный график я открыл. Фондовый рынок США вчера корректировался на американской торговой сессии. Было заметное падение индексов. Основная причина – это, конечно же, коронавирус. Китайские врачи хоть и заявили, что создали вакцину, но причиной распродаж стало активное распространение вируса за пределами Китайской Народной Республики. При этом фондовые рынки продолжают заливать деньгами, но это перестало вроде как помогать, но во всяком случае вчера, потому что инвесторы и спекулянты занервничали и не на шутку. При этом вырос курс доллара в России. Это произошло по тем же причинам, плюс добавилось еще падение цен на нефть и возобновившаяся санкционная риторика. И как я уже говорил раньше, цены паев многих фондов в этом инвестиционном портфеле растут в рублях, когда рубль ослабляется, ну и сейчас можно наблюдать именно этот эффект. Далее, интересны нам будут китайцы. Интересно посмотреть, с них же все началось. Что мы здесь видим? Китайский фондовый рынок сильно поддерживается денежными вливаниями Центрального банка Китая. И при дополнительном росте доллара мы не наблюдаем мощной просадки, ну даже на панических настроениях участников фондового рынка. Ну как бы рост продолжается, хотя везде паника. Карантины, всяческие логистические и потребительские ограничения в той или иной мере продолжают действовать в Поднебесной. И получается, что фондовый рынок Китая сейчас не совсем отражает действительность в экономике, ну и даже текущий новостной фонд отражает, в общем-то, неадекватно на мой взгляд. Конечно же, интересно будет посмотреть вот сейчас и российские акции, это фонд FXRL. Вот я его открою, давайте посмотрим. Как я уже сказал сегодня, ну и ранее говорил не раз на своем канале, у российского инвестирования есть дополнительные риски. Ну то есть к общим паническим настроениям по коронавирусу добавляется отрицательный эффект от снижения цен на нефть и от появившихся вновь в перспективах введения серьезных санкций против России. В этом фонде мы не увидим сейчас пока мощного снижения, так как ETF отслеживает индекс РТС, а РТС – это долларовый индекс. То есть, опять же, при росте доллара растет и цена пая, а доллар вырос сильно, как мы это прекрасно знаем. Ну вот, кстати, есть еще фонд BPF, точнее, SBMX, там падение, по идее, должно быть поглубже, ну, я его сегодня еще открою, потому что там нет перерасчета через доллар, это не индекс РТС. Так, самое интересное, наверное, что будет интересно как раз-таки посмотреть, это фонд золота. Вот фонд золота, 6-месячный я открыл, виден рост и хороший рост. Вчера на торгах в американской сессии золото поднялось существенно, на фоне коррекции даже S&P 500-го, да к тому же еще и доллар поднялся. И вот сейчас этот двойной рост мы и наблюдаем в нашем фонде золота. Это видно на графике. Золото – это защитный актив и защита явно срабатывает. Как будет дальше, я не знаю, но сейчас фонд золота оправдывает свое нахождение в портфеле. Он выравнивает общую доходность, которая начинает проседать на общей панике. Что тут сказать еще? Ну, вот облигационные фонды я сейчас, наверное, комментировать не буду, чтобы не затягивать видео начала покупок. Прокомментирую их, наверное, в следующий раз, но опять же, я сейчас не забуду. Давайте перейдем к структуре инвестпортфеля. На сегодня структура этого портфеля, она вот такая. Ее видно на, соответственно, диаграмме и в таблице полная информация по текущим активам в этом инвестировании. Итак, в портфеле есть акции нескольких стран, разные облигации. Но вот облигации, к сожалению, только российские. Также в портфеле довольно заметно представлены защитные активы, которые состоят из фонда золота, это FXGD, и фонда американских векселей. Я написал в таблице короткие облигации США, ну вот этот фонд. Первая цветовая область сверху – это акции. Вторая – это облигации. Золото выделено золотым, что очень логично. Ну и далее отдельно выделен кэш, состоящий из рублей, оставшихся от прошлого приобретения активов, и из фонда коротких векселей правительства США. Фонд FXTB – это у нас по сути доллары, что в общем-то радует, так как доллар сейчас растет. Так, напомню, что ранее пришлось продать два фонда, потому что провайдер этих фондов Финекс решил их расформировать. Фонд английских акций я продавать не стал, оставил его в виде эксперимента. И теперь, если посмотреть таблицу, то количество боев английского фонда – ноль. И действительно, сейчас в приложении данный фонд в моих активах не числится. Ну вот, я уже показывал, медленно пролистывал, можете на это посмотреть и увидеть, что его там нет. Я запомнил цену того единственного пая, и соответственно, эту последнюю цену можно увидеть в таблице. Ну то есть, это публичная информация. Ну что, теперь интересно будет посмотреть, сколько денег отдадут при распродаже фонда. Иллюзий у меня нет, сейчас очевидно, что цена скорректировалась, и возможно, скорректируются еще, и отдадут явно меньшую сумму. К сожалению, так и будет. Ну там всего 2000 рублей, и я сильно расстаиваться в общем не стану. Далее, смотрим на диаграмму. В портфеле есть защитные активы, это фонд FXTB и золото в виде фонда FXGD. Защитных активов, а именно фонды коротких облигаций США, у меня 30% фрома. 17% – это короткий трежерис и 13% золота. Похоже, что при негативном сценарии развития событий эти 30% защитных активов могут пригодиться уже довольно скоро, что, конечно же, не факт. По защитным активам довольно полная информация есть в этом видео, его обложка на экране. Посмотреть хуже не будет, будет больше понимания. Возможно, они, эти защитные активы вам тоже понадобятся и пригодятся. Ладно, в общем, пора начинать покупки. Сначала переведу, соответственно, 3000 рублей. Перевожу, нажимаю кнопку «Пополнить», соответственно, ввожу сумму 3000, 3000 рублей и нажимаю опять кнопку синюю «Пополнить». Перевел. Сейчас мы это увидим уже довольно быстро в портфеле. Было у нас 53 тысячи, сейчас 56 тысяч. Так, перевел. Сегодня я начну с покупки американцев. Это фонд FXUS. Мы уже его, тем более, смотрели. Вот, просел он чуть-чуть, в общем-то. Ну, высокий доллар помогает не проседать сильно. Вот, коррекция есть. Заметно не сильно она, так как покупаема в рублях. Если это была краткосрочная паника, то я куплю немного дешевле. И скоро все опять вырастет. Если эта паника продлится дольше, то, значит, будет возможность купить еще дешевле. Но это тоже хорошо. Вот такой чудесный формат инвестирования. Все, что не делаешь, все хорошо. Но это шутка. Думать, конечно же, нужно то, что делаешь. Это однозначно. Итак, покупаю один американский пай. Нажимаем кнопку «Купить». Вот, вводим, соответственно, цифру 1. Больше мы не купим. Не получится. Создаем заявку. Вот, успешная покупка. В общем, все быстро. Покупка произошла. Так, сегодня я немного поменяю очередность подачи информации. Сейчас расскажу про укропленную структуру данного инвестиционного портфеля, а потом продолжу покупки. Итак, теперь посмотрим на структуру портфеля по классам активов. Что у нас получилось по предыдущим покупкам? Вот на диаграмме вы видите укропленную структуру портфеля. Кэш – 21% в этой диаграмме. Кэш – это рубли на остатке и фонд FXTB – короткие облигации правительства США. То есть, мой кэш – это в основном доллары. И сейчас, в общем-то, это греет душу, как вы понимаете. Ну, не сильно. Так как инвестирование долгосрочное, инвестиционная ситуация поменяется еще не раз, возможно. Возможно, даже уже завтра, а может быть и сегодня, рынок резко развернется обратно. Я такое уже наблюдал не раз и близко к сердцу такие движения не принимаю. Так, далее, акции у меня получилось 52%, судя по диаграмме. В будущем доля кэша и золота, то есть защитных активов, сильно уменьшится. И в основном в пользу такого актива, как акции. Ну, вот класс активов акции. Сейчас 52% будет больше. Облигации у меня сейчас 14%, это немного. И, к сожалению, они все российские. Ну, нет возможности другие покупать через фонды. Диверсификации по странам в облигациях нет. Это плохо, печально однозначно. Долю облигаций вы выбираете сами. Если вас устраивают рубли в инвестпортфеле, то логично будет даже купить ОФЗ. Меня пока рубли с низкой доходностью в портфеле не интересуют, поэтому сейчас ОФЗ у меня и нет. Облигации в портфеле снижают общий риск и делают портфель более сбалансированным и устойчивым к просадкам. Но с облигациями без фанатизма, призываю к этому. Особенно с высокодоходными, ну или мусорными. Там риски могут быть и выше, чем в некоторых даже акциях. Так, далее, продолжая покупки. Сегодня я хочу купить фонд ВТ-Би-Би, соответственно. Вот. Это биржевой поевой фонд российских корпоративных облигаций. Фонд копирует индекс Мосбиржи корпоративных облигаций, там более 100 эмитентов. Фонд неплохо диверсифицирован, вижу в нем, ну, собственно, довольно-таки небольшой минус – это рубли. Но сейчас доллар сильно вырос, пора купить что-то рублевое, мне кажется, это логично. Тем более, что фонд слегка скорректировался. Стоит он недорого, около 1000 рублей 1 пай, и риск в портфель не добавит, а даже наоборот его убавит. Понятно, что комиссии за управление фондом 0,8% – это многовато, но так на Московской бирже комиссии по фондам оставляют желать лучшего. Факт известный, я должен с этим мириться, так как это вынужденная плата за диверсификацию. А диверсификация важна в инвестициях, но об этом говорю уже неоднократно. Покупаем фонд, нажимаю «Купить», соответственно, ввожу 1 пай, создаю заявку, и заявка очень быстро реализуется. Очень хорошо получилось. Так, далее. Хотел бы я добавить важное. Я готовлю видео с рекомендациями по правильному составлению инвестиционного портфеля. Там будет про диверсификацию и распределение активов по классам активов в соответствии с рыночными рисками. Обращайте внимание на риски классов активов. Учитывайте риски различных облигаций и различных акций. Правильно составленный портфель будет соответствовать вашим приемлемым рискам, индивидуальным. Он вряд ли покажет заоблачную доходность. Удовольствие будет в том, что со временем будет расти не только сам капитал этого портфеля, но и его покупательная способность, так как среднерыночный рост будет обгонять инфляцию на длительном горизонте инвестирования. А за супердоходностью нужно идти в казино, играть в лотерею или заниматься спекуляциями трейдингом. Но во всех этих случаях вероятность получения высоких доходностей очень мала, особенно регулярно и на длительном периоде времени вероятность реально мизерная. В этом видео, обложка на экране, были представлены международные исследования по спекуляциям. Смотрите видео и все поймете сами. А мое инвестирование будет последовательным и спокойным, даже когда рынок будет бушевать в кризисе. Успех данного формата инвестирования подтвердится со временем, в этом я уверен. Получается, что я отвечаю за успех своими деньгами, которые здесь и инвестирую при вас в реальном времени. И помните, что покупки в этом видео не являются рекомендацией. Лучше не копируйте мои покупки, следите за логикой и принципами и корректируйте свою индивидуальную стратегию в соответствии с этой логикой и принципами. Сегодня больше покупок не будет, но на следующей неделе на счет я перекину с карты опять 3000 рублей и куплю активы прямо во время видео. А на сегодня это все. Если вам понравилось видео, то ставьте лайк и подписывайтесь на канал. Хочу вам пожелать удачных инвестиций с приемлемыми для вас рисками. Всем большого профита и да пребудет с вами сила сложного процента.